Тип итальянский, дуэлянт, Ромео, да? Солдат, поэт, отравитель, кто хотите. Ну, такая очень эффектная личность. Такие дуэльные перчатки, эта халеная рука, вот это всё, сделала взгляд, это вот она, это я. А если Мадонна, я вам показываю прогресс, то это такое глубокое женское начало. Это уже складки пишутся так, как будто бы это скульптура, а не живопись. Складки ложатся пластично, скульптурно, широкими такими формами. И вот лаконизм этого верха, такие широкие складки, широко расставленные колени, как покойца младенец, и косынки, такое миловидное, чудесное лицо, нежное. Мужчины и женщины. Очень подиумно всё, очень высоко. Нидерланды, просто вторая по значению страна 16 века, она вырастает не из-за античности. Всюду пишут, что там не было античности. Это неправда, античность была всюду. Античность была всюду. Всюду, куда прошли войска от Цезаря, да? А они прошли всюду. До Ливии, да куда хочешь. Да куда хочешь. Его вот они залили собой всю. В Англии-то какая античность? Боже мой. Но она не привелась. Там кельтское начало, мощное очень. А античность, она просто есть. Меня просто поразила, например, античность в Испании. А в качестве проявления в традиции, я тоже совсем другую делаю. Так вот, для нидерландов очень важна традиция готики. Вот готическая традиция. Знаете, какая Мадонна? Вот какая-то хрупкость. Нет этого такого мощного, такого природного начала, здорового. Вот как сидят эти итальянские Мадонны, цветущие такие, с владенцами, с крыльными плечами, с широкими складками, помоны такие, афродиты такие. Нет, в этом есть готическое начало. Я вам сейчас скажу фразу, которую запомните навсегда. Если традицией одной европейской является античность, античность является очень мощной европейской традицией. Это традиция итальянская. Это вообще сильная, очень мощная европейская традиция. Византийская, конечно. Христианская, конечно. И из этого корня мы вырастаем до сих пор. Мы растем из этого корня до сих пор. Если бы мы из этого корня не росли до сих пор, мы никогда сроду не смотрели бы ни антигону, не про эту ковалу одиссейскую, да? Очень нам она нужна. Чего? Ни-и-и. Нас туда тянет и тянет и затягивает. И я вам скажу больше. Чем дальше, тем больше будет затягивать. Потому что у меня есть своя концепция будущего в этом смысле. Античность пока жива. И эта традиция могучая очень. Потому что она имеет не только мифологию, то есть концепцию образно-художественного описания целого мироздания. Античности имеет концепцию образно-художественного описания целого мироздания. Как микрокосмос, так и макрокосмос. Связи человека со Вселенной. Когда Эдип начинает жить со своей матерью и убивает своего отца, вольно или невольно, а его отец был чудовищей, вообще, фу, вспоминать не хочу. Но все-таки был отец. Он нарушает некую великую вселенскую область. Заповедь некого. И он должен ее восстановить. Он должен ее восстановить. И он ее восстанавливает своим собственным трудом, своим собственным внутренним духовным усилием. О чем говорить вообще? Античность создает феноменальные примеры до сих пор. Но есть и другая традиция. Еще одна. Не менее мощная, не менее сильная. Это традиция готическая. А потому что северная культура, и немецкая, и нидерландская, скандинавские все культуры. Все скандинавские. И скандинавские кинематологи. Все это. Они вырастают из готической традиции. Понимаете? Зная про античность, они ее минуют и вырастают из готической традиции. Ну, например, если взять, то Ингмара Бергмана. Правда ли? Он весь из готической традиции. Из мистики готической. Готическая традиция немножко другая. Готическая традиция пронизана мистичностью и символизмом. Она символична. В мистической традиции предмет всегда впитывает в себя, вбирает в себя то обстоятельство, которое античность не любит. она очень сильно помешана на Воланде. Она сильно помешана на черте. И за каждого угла ожидает черта. Знаете, вот я считаю, то, что величайшее явление в мировой культуре мною не то, что любимое, а читаемое почти ежедневно, поверьте мне, потому что я говорю, я его так люблю, что я читаю его почти всегда. Это писатель Гоффман. Писатель Гоффман, если бы вы его знали, как, если бы вы его читали, как читаю я всю жизнь, двух писателей, Стандали Гоффман. Вот всю жизнь, вот навсегда. Я вот не могу, вот сейчас я читаю «Принцессу Брэмбилу». Потихоньку, потому что у меня много других дел. Я не могу оторваться. Это игла моя, вот этот Гоффман. И он весь, весь на готической традиции. Вся композиция его готическая. И у него все время всякие чудеса, да? Все время чудеса. С ним чудеса, и у него чудеса. И когда читаешь, он штубничает. И у него все время рядом чудеса. И обязательно черт сидит. На замке, на дверном, вот это вот, вот это вот, вот это все. И вот это горечь, это скептицизм, это все связано. Это что за герои такие? Это что за высокие подвиги? Это не птичные традиции, плюс готические. Замешанные на страдания, и вообще высокие. Гоффман, но, конечно, конечно, Гоффман здесь, Гоффман здесь, Гоффман здесь, самая-самая-самая, такая, я вас еще прошу почитать, немножко Гоффман, это хоть очки, а вы кто поакронизировал, господи. Вот она мечта. Конечно, мечтал Тарковский акронизировать, но вот он-то бы, да, потому что он оттуда весь, ему античность-то тьфу, он весь из готической традиции выходит. И готическая северная традиция, она, конечно, очень интересна. Она вся пронизана, она вся пронизана, очень глубоко сегулька. То есть много значимой содержательностью простых вещей. Вот, Анна Генер, я показываю вам, то, что давно показывала, просто для того, чтобы мы с вами дальше могли, это очень важно. Это вот этот вот обожаемый мой художник, Ян Ван Эк, это вручение Арнольфини Британского музея. Видите, вот как вот хрупко все. Вот так же, как вся готическая традиция, хрупко. Вот мелкие складочки такие. Вот не то, что в Италии, это всегда, к скульптуре оттягивает, к пластичности, я бы сказала, к архитектуре. И здесь к архитектуре, но готической. Вот такие складки, мерки, это мелкие косички, белки личика. Они такие хрупкие, готические мерки хрупкие, в отличие от античных. Вот античные мерки хрупкие, да? Там эти здоровенные все эти эротические миры хрупкие. Или, кажется, хрупкие. потому что он весь вот пронизан этой хрупкой многозначенностью, теми хрупкими смыслами. И традиция, которая вырастает из готики. И вот я вам говорю такую фразу, что итальянский ренессанс вырастает из античности, а вот северное искусство вырастает из готики. Вот готик является ее основной традицией. И вот эта картина, на которую наглядеться невозможно, так она значительно красиво написана, столько в ней смысла глубокого. А так вот в британский музей подальше, и я сразу просто... И меня прям всасывает туда. Потому что хочется идти на свидание к этой картине, обручение ордафии. И я стою долго, на нее смотрю долго, и рассматриваю, и вижу еще детали, еще детали, еще. Вы все время рассматриваете, и рассматриваете, все время смыслами, и говорите. Она вся построена, ну, я бы сказала, в этом мистическо-ритуальном символизме, на очень глубокой духовности этой линии. Ну, в России у нас есть прецеденты, конечно, в этом смысле, Александр Александрович Блок, да? Вы это себя равных не имеете в виду. И этот просто весит, да? Причем это очень интересно, что традиция Блока и вообще традиция вот этой линии русской поэтичности, и Белого. Они случайно, они нюхались-то с кем? С кем? Саш Тайдан, да? Да. Особенно Белый ушел. Просто. Вот. А Саша был так, как-то в стороне. Мы верились, верились, все, насквозь. Вот такой хрупкий мир, такой уязвимый, и весь пронизанный, и весь пронизанный. Глубочайший символик. Глубочайший символик. И да, мы его прекрасные. Вовсе не из византийского корня. И вовсе не из античного корня, да? А она вся вот из этого северного мистического готического символизма. Так вот, какими сложными путями проникает все это. Он видит мир этими глазами. А вообще, для начала XX века в России это очень-очень сильно. Это новое социальное отношение к женщине, это новое отношение к предметному миру, это новое видение предметного мира. Особенно такие уже совсем много закоренелые люди, как Алексей Алексеевич Емезов, да, обезьянецарь. Вы знаете, что он, когда садется писать свои произведения, знаете, он что делал или нет? Говорите честно? Нет. Подвязывал себе хвост. Хвост привяжет, вот так, присадится писать. Это по-нашему, это по-православному, это по-нашему, это по-античному, чтобы хвост себе привязывать. Когда творить собираешься. Там Демонимон живет, там живет Демонимон. Гений сопряжен с Демонимоном. Я вам говорю серьезные вещи, сейчас вы понимаете, я надеюсь, это, да? Вот, здесь все вот. Было одно время такое впечатление, что эта картина написана, что ее, Ян Ванек, заказал очень богатый человек, который ведал всеми компаниями Медичи в Нидерландах. Его звали Арнольфини. И он женился на Нидерланде. И пригласил Яну Ванек. А потом, на этом зеркалом надпись, которую читали так. Здесь был Ян Ванек. Но потом умные специалисты, лингвисты сказали, господа, вы не знаете старо-фламандского языка. Здесь написано, другое выражение, здесь написано. Я есть, это есть и я, Ян Ванек. И что это автопортрет Яна Ванек и его жены Маргарат. Этого тоже художница была, меня известно. А давным-давно известно, что в зеркале там эта жена... Просто я не могу вам показать, у меня нет разрешающих способностей вот аппарата, что в зеркале отражен человек, который входит туда, в комнату. Это видно. Это прием очень известный в Нидерландах. Они пользуются зеркалами не для того, чтобы показать отображение, а для того, чтобы показать другое пространство. Потому что для них вот эта эльмирность пространства очень важна. И туда входит герцог Бургмунский, при дворе которого он был не только художником, этот самый Ян Ванек, но был также астрономом и астрологом, и алхимиком. Но я вам должна о нем сказать еще гораздо более серьезную вещь. Именно Ян Ванек и его школа являются создателями, творцами современной техники масляной живописи. Итальянцы этой техники не создавали. Они послали к нему шпиона в виде Антонелла Домиссина. Антонелла Домиссина работал, у него работал. Много на шпион ведь не смог, ему не очень-то и доверяли, но кое-что он на шпионил. И вот Антонелла Домиссина техникум масляной живописи привез из мастерской Яна Ванека из Нидерландов в Италию. Чем она отличалась? В принципе, все, что касается итальянской и старой техники живописи, это различные варианты разведения естественного пигмента на яичных шелтках. Это разве эскипидарах это разного типа рыбьим клей, это разного типа темперы. Это живопись темперы. А вот у нее фунтах разведения естественного пигмента на растительных маслах. Понимаете? На масле, масляной живописи. И что получается? И получаются удивительные вещи. И получается, что когда вы пигмент разводите на масле, они очень любили конопляное масло, да? Масло конопляное. Разводишь, да? И там огромное количество оттенков получается. Понимаете? На дощечку эту, которую по литре заложишь, а там ой, и такой, и такой, и оттеночное. То есть, вот это вот тональное. Вот я вам должна сказать, мое наблюдение собственное, только никому не рассказывайте, что я это вам говорю, потому что потом мне дадут, знаете, по какому месту, а я человек пожилой и не выдержу этого толчка. например, я смотрю на Рафаэля, он писал уже маслом, а видел он маслом, как температур. Вот он до конца своих дней писал маслом, а воспринимаешь, как температур. У него глаз на вот эту живопис тональную так перестроиться и не мог. Понимаете? Маслом писал, а писал, как температур. Вот смотришь вот это близко, вот подходишь туда, думаешь, масло, это ясно, масло. Причем он добивался чистоты, фантастической. У него такое чистое звучание, цвета. Просто дыхание перехватывает, но все равно вид как-то не нравится. А вот кто по-настоящему воспользовался этим, и надо сказать, ее начал и закончил. Потому что после него в мире больше в этой области делать было иначе. Он ее открыл, не он ее открыл, открыл и неравнодзе. Он ее принял уже в Италии. Но он ее использовал все ее возможности до конца. Это было два художника в мире. Тициан и Ромбрандт. После них в масляной живописи все. Делать нечего ни а а. Ну, еще и вас, не знаю. А потом уже дальше уже барахтывались импрессионисты и Сезанны. Потому что после них а что же, как же жить бедному искусству, когда они сделали все, как вы увидите. А как же жить? А как забыть? Забыть. Забыли. Нужен был Кандинский, который сказал, господа, мы начинаем это с конца. Все же сделаем. Этими двумя людьми. Они решили все проблемы с танковизмом. Это два художника вот Трица и Амбранд. Но я правда считаю, что Веласкис тоже. Почему Веласкис обогнул и Веласкис, конечно же, тоже. Я просто присоединяю вот к этой Кандинскому приумер с Веласкисом. Вот это, конечно, картина уже написана в Муасло. Там Татиня не прописана. И она вся вот вся 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 такая трубка трубка. Они все такие ручки тонкие, узенькие такие лица. И она вся держится вот на этом самом символическом каркасе. Он дает обет защиты и верности. Он дает обет открытого сердца и поддержки. и она свою лапочку вкладывает в дверь. Господин. А что держит на пузике ручку? Что свою подушку там положена подушка? Она как замуж выйдет женщина и сразу туда подушку. почему? Она чего делать должна? Почему? 20 век, 21 здрасте. Мы забыли, что мы делать должны каждую минуту? Рожать детей. Они помнили. Вы не обращали внимания на одну вещь? в романах крестьянские девушки. Рожают они, кто не знает, что они беременны. А почему? Они же с подушками ходили. Им туда валик, то в нее живот хоть так вырасти не поймешь. вот она стоит беременная. Да, ничего подобного. Она еще замуж не вышла в покое ходит. Но поскольку она уже как бы обручение, ей уже подушку подпихнули туда. Потому что это обед детородства. А что не будут у них дети, не будут у них дети. Но главное это все в этом. любите детали. Какие потрясающие детали здесь. Вот вот там лужа. Самое главное изображение кровати обязательно. Кровать. Большая семейная кровать. Все. Кровать это главный предмет любого дома. Даже как подушка. Это главный «Почему?» А думайте сами почему. Потому что там эта семья непрерывности земного бытия. На кровати женщины рожали. Семьи. Помните знаменитый толстовский диван? Или нет? Притащил он бедняжку Андрея Балконски на диван на диван. А она раз и все. А ей пожит и жить если бы в нормальных гигиенических условиях. Но традиция подержалась. Это сильная традиция на семейном диване. Там дитя и зачинается. Там она рожается. Там мы душу Богу отдали. это ковчег завета. Поэтому очень часто закрывался занавесками. Не для того, чтобы кто-нибудь смотрел, что там делается. Ни кто туда не захотел. А потому что вот эти пологи, которым задергивалась кровать, это пространство в пространстве. Вы понимаете? Это ковчег завета свой. Это в комнате должно быть пространство, закрытое. В пространство, в пространстве. Потому что там тайна бытия. Там все. И на этой кровати с правой стороны подвешена метелка. Обязательно подвешена метелка. Там же искусство стоит святой Катерина, великомученица, которая бесов помогала изгонить. А метелка для изгнания нечистой силы. И все. И собачка между ног, и ботинки носами друг к другу. Все. Абсолютно все здесь. Все. В каждой детали живет символическое значение. То есть духовно-мистический рент. как всякие, как всякая культура очень связанная с холенностью предметного мира. А Нидерланды были связаны с холенностью предметного мира. Чашек, понимаете, деталей, код мастеров, ювелирки, медали. Они любили предметный мир. Они любили предметный мир. Они его боготворили. Вот итальянцы любили такую оперную роскошь. Жить на телмортов у них нет, да? А здесь все на телморту. Они любят предмет. Они придают им огромное значение от этой традиции передачи предмета. Это очень важный предмет у меня. Все эти вот детали, какое платье, как горноста им одел плащ, какая у меня шапочка. Я просто вам не случайно это все показала. Вот я, например, обожаю совершенно этот покрыт. Я даю вообще предпочтение этому конкрету Райкером Андреуэдену в предыдущем были итальянские даже картины. Он висит в том же зале в Британском музее, где и Армальфини неизвестной женщины. Я всегда на него смотрел. Знаете, это удивительно. Какая чувственная нежность в этом лице. И как он пишет вот эту пушу, вот эту вот фуарь белую, которая закрывает ее лицо. удивительный этот робот такой вот эти нежные вики. Она вся вот пропитана вот какой-то чувственностью очень роботной. А, и вместе с тем в традициях именно северных волосы все забраны под высокий колпак. и чтобы видны не были. Там черт печется вот где, если хотите знать. В инстаграме что сделали косу сразу чик-чик-чик-чик-чик. Чертов хвост и выбрасываю. Чтобы некуда было ему усилиться. Волосы все туда. Вот эту самую произумительную белую нафитку. Она все просто от лица закрывает тонкой-тонкой поверхности. Она сидит и мельца и взгляд обращенной внуки. Вот вот сложены в кольцах руки. Потому что весь мир внутрь запретен. Женщина, видимо, очень богатая, холеная, очень красивая. Но все. Она женщина, потому что мы ведь все заложим туда. Но все это внутри себя. И там вот эта тайна ее отношения сбугнута. Вообще эта тайна так как около тут молтается. так не приходишь и смотришь и не как не может понять. Что это за чудо такое? Вечное волнение от этих вещей, вечное волнение в жизни писание санкарстическое понемное санкарстное. И они так эти самые тоновые вещи делали, так белые научились писать, что все прозрачно удивительно свершило. Почему я вам все это рассказываю? Это я вам рассказываю к тому, что так жили они и жили эти нитарманды, да? Они как город мастеров, переживая и в 14-ом, а в 13-ом, в 14-ом, в 15-ом веке, в 16-ом фантастическое, фантастическое, фантастический расцвет, художественный расцвет. Они строили соборы, писали картину, они делали скульптуру, они переживали расцвет необыкновенный, они участвовали во всех теологических дебатах, они выработали свою собственную школу духовно-мистического, спиритуального опыта, неоценимую для европейской философии, неоценимую для мировой культуры, и вообще для самих себя. Они были богатые, но они не были государством, они были сначала колонией герцогства Бургунского, как Ян Ванек был астрологом герцога Бургунского, а тот крестил у него ребенка, а тот ему делал гороскопы, как Гармония какая, правда, значит, потом их захотелось захватить Францию, сделать своей колонии, но не тут-то было, тут мы испанцы, им все это дыхание перекрыли, да, помните, как Карла Пятого Габсбурга родили в Нидерландо, да, в Амстердаме, все, не успел младенец там родиться в этом Амстердаме, как бабка Мария Бургунская ему сразу врут лужку, серебряную полагается, да, а туда в свивальник, чего немножко только что ему Карлу Пятому Габсбургу принадлежат теперь все Нидерланды, а против кого против Франции, у испанцев со Францией хорошие были отношения, и туда, значит, ему эту бумажку, и вот с этой бумажкой эти зубницы страна переходят в Испанию, да, все, она, оказывается, уже не колония герцогства Бургунского, при которой плотовство, расцветающее, цветущее, всякие теологи, всякие соборы, всякое искусство, ювелирка на всю Европу, в Россию, ювелирка из Нидерландов, а вы думаете, бояре, в чем ходили, вы помните, какие, какой у них рытый бархат, такой на них, помните, да, в каких они, шубах бархатных, бояре наши ходили, помните, это называется, запомните, раз навсегда, утрахский бархат, из города утрахта, его делали в городе утрахте, и снабжали им весь мир, вот, и пояре, ходили в утрахском, шубе, из утрахского пахта, в ювелирных изделиях, они их называли, это не, ну, не мечина, это не меч, это не дарланд, сделали все, они еду хорошую делали, у них вообще были богатые мастера, очень интересные мастера, вы думаете, там же случилась та очень интересная история, и они так прекрасно жили, пока эта бабка, дочка Карла Смелова, герцога Бургутского, не вложила своему внуку, Карлу Великому, будущему, Карлу Великому, Гарсбургу, который был просто испанским императором наследственным, но заодно и наследником Австрийской империи не было, еще колонии, вы представьте себе, как он был богатый, и как он был властный, это же ужас, это же представить невозможно, Испания его, да, Австрия его, потому что женили родителей из Испании на Австрию, да, все ему, все, все, так и не он, там, на пузо этой самой девчонки медитировала, вообще, полгенопы, там же не было еще установления, мальчик, она родит, или девочку, так они в медитации 9 месяцев провели, как нервничали, бабка ее сразу в Амстердам, что бы рожала в Амстердаме, а не в Испании, и не в Австрии, и все сидели, ждали, пока она родит, что с ней будет, никого не интересовало, мальчика ждали, родился мальчиком, и вот вам вот, назвали Карлом, и он оказывался Карлом Пятым Габсбургом, потому что папаша Габсбург, австрийский, мамаша испанка, испанцы впервые получили на свой престол, заметьте, Габсбурга закончилась на нем династия испанских королей. На Карле Пятом закончилась династия испанских королей. Закончилась династия нормандских королей, годских и династия Кастильско-Арагонская. Ну, там и династия-то никакой не было, ну, правда, эти двое и Забыл, и Фердинанд. Они, конечно, крутые были ребята, но какая династия бездетная. Но они немножко это все-таки сделали свое дело. И тут появляется мальчик, испанский законный король Габзубук. Ну, и где они, эти Габзубуки? Покажите мне, где они. А все его. Как, естественно. А что же им еще делать было? Молодцы, Габзубук. Молодцы. Вот я из России очень уважаю Павла Первого, потому что он много детей нарожал и тоже засовал их всюду. Как можно ругать человека, который столько родил прекрасных ребят? Гениальных девок и потрясающих мужчин. Там кого не возьми, что Александр, что Николай, что Константин, что Михаил. Красавцы были, были, с личностями были, были. Чего же его ругать-то? А девчонок выдал замуж за всех, за кого мог. Русской династии дал ход в мире. Вот какой молодец был. А уж Габзубу как их посадили, Карлопер, так они же там и сидят до сих пор. Еще вообще во всем мире. И всюду, где есть монархия, она или казуги, или русские. Мы молодцы тоже, но это Павел первый. Это он. Он когда же он успел столько рожать, и что не родит, то просто идеально. Яблочко. Девчонки-красотки на фортепианах играют, рисуют, языкам способны, а уж головы бог. А парни, они просто были несчастные люди, что они родились в этой России. Это они же править не хотели никто. Вы обратили на это внимание, да? они же говорили, что меня? Только не я. Они готовы были жизнь самоубийством закончить, только чтобы не сесть на этот русский престол. Вы же помните это, да? Что Константин, что Михаил. Оставьте нас, мы женимся на ком угодно, но только не туда. Они понимают, что система вообще что-то сейчас появится. разве только что этим и быть. Понимаете? Когда-то это и есть, да впрочем об этом попозже. Тут у нас как раз ровно дело к этому подойдет. Вы понимаете, откуда Гавюрги появились? Все. Ну, он пока был королем Королем Пятый. Он родину свою любил. он любил толстоморду Голландию. В Голландии молоко делает, сметанку, творожок, коровки хорошие, травка зеленая. Все годится. Ювелировку делают, плотничают, столярничают. ребят, так вообще же, конечно, он обожает это место. Вообще, он Испанию не любит. Она ему вообще не нужна, в ней не бывает никогда. Любит он Италию и Тициана. Поэтому Тициан такой, что его портретов оставил. Вообще, он для меня загадка очень большая, карпетой. Как минута свободная, так он садится позировать. Ребята, как свободная минута. Потому что он же за сеанс это не пишет, за один. А у него, знаете, сколько портретов карпетана? Я насчитала лично полноценных шесть. Значит, как у него свободная минута, так он придет Венецию или вызывает его, чтобы кто-то выписал. Это все.